значит сегодня пятница тринадцатая а число оправдывает себя на улице дури города и все дела неожиданно ничего не предвещало беды было сегодня солнечное тепло 13 сентября 2013 года и на тебе по конец вечера важно что успел до дому дойти но сейчас начало как град был покалившим вот где она на видео камере что-то она сейчас сильнее обладает я открывать окно естественно не буду не дурак даже съемка то может испортиться этой грады даже на ее камеру грозу запечатлеть вот съемка хорошая молния до этого года но и все в таком духе сейчас будет баба вот такая погода но это осень вообще конечно детей как избирать детский сад я бы не хотел такую погоду сразу стемнело резко причем оказаться на улице слава богу успел не завидую тем людям вообще ни капли по на улице да прям я на смену все такая же погода это просто офигеть так как и да на смену и шпешком уже пешеход ехать придется у нас все леневка будет плохо работает в доме он там капает у меня слышно что это или у соседей или у меня не знаю по стояку поэтому леневка вот засада пятница 13 оправдывает свое число не верю но оно случилось само то специально что еще сегодня зарплату перекинули его двойная тема не всю половину что то только мы будем разбираться потом но это уже отдельная тема испортили настроение еще и дождь в конце вот этого дня вообще замечательная пятница 13 да действительно пятница я не хотел ничего на видеопамяте записывать иначе это событие случились несколько подряд пятница 13 зарплата о не хрена вот это долбануло сейчас будет плюс у меня еще объекты я не буду раскрывать работу но из-за того что гроза много объектов будет заявок много оборудования по портам ой ё-моё что за слухой что мне это не нравится я даже эту песню уже начал говорить улетай скорее улетай улетай ведь тебя намного разве ты не видишь в случае ведь тебя намного лучше так что поскорее улетай а она еще больше полетает видите как я ее глаганила больше она зло вот такие вот комментарии офигеть это город походу здесь не видно ничего там стемнело все сразу фонари включили так как бы еще часа два не включали их офигеть просто как будто бы городу я давно не видел это не редкость стала вторая города такая всего лишь за вот это вот наша обеда даже за уже за осень а осень тогда началась сегодня 13 июня 2019 год в городе Тюмень ливневый дождь дождь еще и градом я вообще когда вышел думал Армагеддон это там говорят вот как помнится какой один евро был ничего себе кратковременные осадки да на улице Армагеддон это кратковременные осадки передавала метеослужба возможно кратковременные дождь да на улице Армагеддон такое видео просто я пытался повторить оно меня впечатлило да на улице апокалипсис кратковременные осадки ну события кратковременные дождь местами возможно а возможен кратковременные дождь но на улице а апокалипсис на магеддон кстати у нас тоже вроде не передавали друзья когда я читал не помню дождь тут на тебе подвох от природы нежданчик не забываем число так не буду я показывать пальцем природу не забываем число сегодня пятница 13 и оно случилось именно присутствие оборудования сейчас не сгорело отключить естественно я сразу отключаю поэтому никаких компьютеров мне больше такой не купить с моей зарплатой 10 тысяч сегодня так убравили зарплату 8 тысяч всего получила на месяц дворинку аа в кавычках двориня смешная профессорь кого это половина долга коммуналку наполовину вышиваешь но в общем не суть я в этом году это не располняет но мы разбираться в понедельник вот такая маленькая запаса упал то есть еще куда уж меньше пожертвовать вот у людей сразу следы горелый прикольно наблюдать я имею в виду не знаю динамика смартфон и как видишь включить опытом их набирает так что там у меня кстати кисломолочка у меня так напугало ничёте даже какое-то осветление произошло здесь что такое что это там этот шар что ли там как он называется знаете этот шаровая молния я его увидел сейчас даже вот тут светло все стало очень даже после вот этой вспышки там как шаровая молния ну-ка пойдемте кисломолочку посмотрим я приготовил она сейчас просто гореет у меня больше двух часов на кухню вот как и вчера было когда кисломолочком творог мед кефир гряженка белая ряженка российские белый обед или white футон белая футон или white фут или белый ужин на сегодня или белый обед на сегодня белое блюдо еще на сегодня полезное мы че футон ну да и натуральный дат только на сегодня ну все погодку мы посмотрели конечно апокалипсис м вот коротковременный возможно кратковременный дождь но там апокалипсис тема м кратковременный дождь я не могу так эмоцировать что это неестественно это повторяя это видео есть и вот опять в интернете есть сразу молния она меня пугает даже вроде взрослая все равно страшновато когда так неожиданно стемнело когда еще только солнышко было светло еще время это не ночь вечернее не ночное это время если сейчас расцветает то увидите что светло еще на самом деле но вдруг неожиданно так стемнело резко причем когда граждан ну все эмоции а машинки классно катаются вот мне нравится это просто смотреть интернете картинки нравятся в реальной жизни не очень так когда переживаешь что как не долбануло куда-нибудь за все переживающие впечатлительные все будет к сердцу понимаем пропускаешься ну вот за машинками интересно наблюдать вот эти катаются под дождем фонари и все такое особенно если на нас едут с фонарями вон они на там не видно увеличивать надо но я не буду то картинка вся испортится ну хотя ладно увеличу вам показать ой все тут в этой вот вот тут лучше тишина и послушать вон видите машинки по дороге катаются главная дорога там вон они это прикольно ползают там и то что дождем все залило окна ничего не видно но вон они там пробирается сквозь туманы и дома совсем одна не точно пою лучше что что-нибудь это вот эти идеи забирает и детского сада бедные дети перепугались от такой грозы родители забирают детей как раз вечер пять часов уже с ним а девятого сентября еще светло вообще если не дочери начальничать туча улетит улетает скорее туча разве ты не видишь без тебя намного лучше так что поскорее улетает вот вот я эмоциональный этот спайс как вы знаете писатель творческий человек ну блин опять ну это у меня эмоции впечатления всегда пруты всегда фантазер еще я великий фантазия богат сочинения да все пишу вот сразу на ходу сочинения поэтому фантазий генератор мыслей идей ой творческий одаренный человек Игорь Петрович ну все все эмоции свои передал я даже слышу крики какие-то кому то тоже плохо сейчас наверно будут вызывать эти повезти ЧП кстати ой и возможно надо подсчитать все новости вот в этой городе точно об этой городе опять городских фабриках построено в городе Тюмени я считаю местные точно все прогрессуют снимками и где-то по любому ЧП какое-нибудь случилось и будут вызывать МЧС опять пожарников по любому все такое вероятное последствия она давно уже идет почти час я только решил записать вот уже сейчас и это была первая волна я думал ну все успокоилась вторая пошла я не знаю еще третья будет или нет я наверно уже заканчиваю охренеть я такое увидел нам было сюда вот сейчас горохнет сильно видели кому-нибудь сейчас будет бабах ну это было кое-что стиво но блин для машин сигнализации плохо и для объектов сигнализации плохо и для всех где около объекта есть это хреново ночью могут сегодня не спать кто-то вот ну что я тоже потому что я тоже потому что я тоже так но не буду продолжать развивать тему связан кое с чем так ну ладно все вроде сейчас прошла не знаю третья будет волна или нет я тоже волнуюсь мне надо позвонить будет своя объект так ладно не буду хватать уже спалил все кто соображает ну да ну да я и курьер дворник всякая документация все в одном много профессий все в одном кругу ой не увидел вы не увидели я заметил молнию не успел смотрел машинки рассматривал а наверху молнию ну сейчас значит гром будет вот он ну все сейчас у меня надо паузы подаводить меня видео память заканчивается на телефоне все все красивое нарисуй нарисуй боженька нам красивую картину еще давай это у меня в памяти осталось всего меньше минуты уже я не успел подосвободить я не думал что будет так впечатляющая картина маслом вот так она не будет навести ее камеру так осталось 30 секунд будет еще вспышка давай как говорится сфотографируй нас мы вас сфотографируем кто на небе находится а вы нас вашего как он называется правильно вот картинку тебе рисует создатель вот так всевышний вот как назвать нарисуйте нам картинку всевышний ну ладно вам конечно виднее не составит труда это мы мы оценим ну ладно угомонитесь едят самолеты которые приняты точеки мне завтра вообще на смену с утра вставать на целый день работать я не хотел чтобы ночью продолжалась вот такая тем более у меня связана работа с этим ну вот так вот вот это влияет погода на работу добавят миллиона работы блин хренов последствия так сказать немножко что у меня память подсвободил а я забыл свет выключить да погода влияет конечно после этого зато доставило впечатление и все мне даже тихо понравилось сначала испугался а потом просто у меня есть свойство организма я уже говорил я научился даже навлекать плюсы даже из самых сложных минусов в жизни таких вот даже опасных так что все что делается к лучшему спасибо слава богу за все как говорится сегодня многое что будет но вопроса веры это лично не буду я не сказать так же как и политика споры и так далее я не люблю кто будет о вопросах верах или даже лучше деслайкните мне чем начните спорить со мной об этом чем нибудь таком это лично и вообще если грязь и все будет я такое не люблю сразу удаляю в комментариях и человек кто отправил грязь развел поэтому лучше молча можете или за это деслайкнуть кому не понравилось да не одобрить не разделить точку зрения такие я пойму вот я говорю я на это особо внимание вообще или просто отписаться даже еще лучше будет молча кому не нравится я говорил проходить не надо под каждым видео у меня написано потому что это просто мой канал моё видео время предпрочтения свое свободное время занятие самого себя чем-то я вообще абсолютно нисколько не расстраивайся или как сказать мне все равно кто то если что то отпишется или деслайкнет мне все на видео абсолютно вот так вот по человеку я уже в этом миллиард раз говорил во многих видео он кстати светлеет я уже машинки вижу спокойно при том что должно было темнеть к ночи значит тучка эта проходит правильно она всегда вот такие слова родители даже не знаю мать мне еще говорила во опять города нельзя покатать пальцем она говорила что городовые тучи в основном зачастую быстро проходит если говорить грозовая туча эта то она быстро проходит но это не всегда так многое так ну все это не просто дождь который затяжной затянет все облака и все там кучевые реки дождей кучевые ну кто это природоведение или что там изучал знает наверное лучше расскажет они надолго могут если даже на неделю даже на неделю такое да вот день за него а такие грозовые вот пару часов и уже снова как не было правда как говорится коротко но метко не маленько но метко зато после такие последствия власть вообще пипец такой готовой тучи даже если немного она пройдет то может такого натворить беду в городе особенно в мегаполисе где куча всего техники блин зависит особенно от этого сократит или что-нибудь там щитовой блин капец что он власть восстанавливает ну вот спалил и так все поняли поняли не образованный дворник а не совсем дворник ну поняли кто уже что тут за гадалки не ходи кто я такой спалил сегодня пять за тринадцать конечно нам было хоть разу не рассказать вторую работу свою кроме как курьер поняли да гроза все дела с чем связано она мне работы добавляет ну все ладно сегодня не обо мне речь а сегодня природа дало события еще подарила сначала я не радовался а теперь забил наоборот воспользовался ситуацией и стало даже интереснее подарила впечатление эмоции вот смотрите как надо ездить вот он не знает это вечеринка но и далее как он на асфальт как это прикольно в этом году можно говорить кстати луна отражается на асфальте и собственно дождь берется это прикольно конечно в мелочах тоже есть видите как открыть еще блокноя возможно я не буду у меня залет дальше подоконники сотовой комочек причем мы все намерены в веселом нет новостей не вначале одея кроме что у меня так начали что у меня местом не знаю самим дождь проливной ла 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 а еще там эта песня не не ла 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 я сейчас только и упел но забыл не про это не про друзьям со мной что у меня снег что у меня пройдет пройдет если он в будущем среди роман но нет еще какая то было я ее напивал когда он мылся пришел после работы но забыл про дочь как раз меня застал знаете где дочь когда я умывался залез в ванной слышу что это думаю у меня что ли что-то отсутствует трубы протекают а потом сообразил на улицу вышел полотенце смотрю тут все блин такой апокалипсис вообще град и все было я про дочь сам как раз песню пел какую-то и забыл любви на печь свой снять при этом вот после трудового дня так как это написано строить и жить помогает когда это сложно я пою в жизни не легче цены разгрузка эмоций выплеск мод в песне ну что еще вот такую песню летний дождь летний дождь летний дождь вот она это а что такое это значит ее камеры не то ребят как в телеках 90-х да я еще какую то песню хотел фартошки и забыл у меня вот всегда эмоции вызывают и песня начинается теперь было их хот петь но я блин это забываю опять не пугай меня пожалуй не могу еще помнить точка 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 я вовсе не медведь ну и блин это было нет я нормально песни какую то хотел просто спеть про тучи 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 как люди нет это не то они одинокие да и на ней две тучи тучи не так ведь сейчас еще что-нибудь вот да блин забыл вот ту которую нормально пел блин но впечатлений много подарил дождь с грозой наверное так и назовем в данном видео я подумаю дождь с грозой и мои впечатления что-то типово чего типа того или даже так пятница тринадцатая апокалипсис или армагедон в городе Тюмень армагедон точно пятница тринадцатая здорово и дождь с грозой плюс мои впечатления Игорь Петрович как-то так придумали видео подумал я же выдумщик фантазер что-нибудь придумал и хочу заметить гроза уже поменьше стала почти прошла остался только дождь даже гроза уже видите даже небо устало то что я много говорю о ней о нем об этой событии и решила улететь из города Тюмень о как все что делать все кучу как говорится услышали небеса услышала застеснялась и улетела что-то типа этого наверное в другие города так что ловите у нас придет Тюмень пережила уже все с нас хватит готовьтесь в другие города это так даже не сарказм а напрямую готовьтесь будьте готовы точнее так и заранее готовьтесь смотрите прогноз погоды ни я не желаю никому застать на улице то что творилось тут за городом совсем такое с грозой смолны на улице я не рекомендую никому застать поэтому готовьтесь без сарказма я обычно никогда не шучу а наоборот с пожеланиями что готовьте будьте морально готовы к этому с добрыми пожеланиями чтобы все удачно было у всех поэтому будьте готовы от нас пошла к вам города не знаю в какую сторону не обратил меня по моему туда да вот туда тучи шли это получается подождите куда сейчас подождите паузу сделать так еще и память подел то есть физическую города пошла знаете в какую сторону так это если там где у нас север юг восток как ориентироваться куда ну туда она пошла в эту сторону если я вот смотрю район Тюменский то Ашан у нас туда это север на север я не знаю врать не буду я не знаю там что плохо ориентируюсь в этом географии что там у нас вот и говорят северяне так сейчас вы подумаете Ямал где это все там вот там так это она наоборот пошла на восток получается где-то так я понимаю значит и север то там а вот и так казанка казанка у нас куда мы ехали откуда родом корни то мы простого деревенщины девчонка деревни сейчас я соображу казанка это мы едем туда получается нет нет стоп илудоровский теракт да а вот так по карте ориентируйся только так я тут так могу вот если туда где отец жил нижние туда это ехать туда этого области она такая как она так пошла мимо вас прошла пойдет значит если я не ошибаюсь да скорее всего потому что вот там вот нижняя тавда туда если ехать откуда я тесто и гатом по карте это виние тогда там получается ровно север антарктида сюда все так смотреть туда чуть-чуть получается ближе к москве туда вот москва то там на запад получается там восток у нас япония сидела внизу китай ну то есть туда и юг соответственно там север я сам уже наконец обрела нарисовал тюмени все я понял а вот там получается северо-запад пошла гроза как вот так на северо-запад так что вот кто там от нас у нас перекрытием горки не знаю никак она не так совсем ушла так может чуть-чуть за денег может не отнюх готовьтесь в общем туда кто слева находится может потом повернет как ветер и на москву пойдет ну и ладно и все и пускай на москву идет а то и так сильно богато там живут а на нас за деревню считают тюмень царицы деревень нафиг вот гроза к вам придет я конечно не злой человек но будет вам весело но у вас есть правда путин даст команду президент то есть на 2012 год владимир владимирович путина и самолеты поднимута такой крылью и разгонят мы это все знают на парадах победы нет он конечно есть проблем то у нас сложнее нам приходит терпеть в курсе не по деньгам все это поднять самолеты для разгона облаков но значит о многом заговорил о том и все надо мыслимо их куны надо опять оптургироваться такие мысли на кухню кухню в обед согрелся более двух часов нельзя стоять на открытом воздухе он спорит надо кушать и в день кстати дочь со всем прошел уже не слышно гроза тем более вот все заболтался у него но события подарили так выкачу меня о том о сём да мои мысли мои скопы на эти все у меня же у меня мыслитель еще заплодил простой такой человек деревенский корня и мыслитель же деревня это все с половиной в школе с половиной в городе в простой городской деревенщин так я был прямой человек все вот еще и впечатлительные мои мысли надо иногда абсурдироваться и заканчивать их а то они там бесконечно возрасте могу бесконечно говорить хоть пять часов подряд хоть десять хоть всю ночь хоть всего в сутки надо иногда подумать о другом о чем то или вообще ненадолго отключать мысль или покушать это говорю говорю так вот днями ничем это мои размышления монологи надо же говорить под впечатлением это живу и так привычнее спокойнее не жалуются миланхолик еще и телеса по знаку для кого-то мне это подходит особенно вечером в вечернее время когда мало кто беспокоит но в работе мне звонят даже вечером могут особенно после такой грозы тфу 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 надеюсь никто не позвонит а надеюсь это пронесет господи хоть бы пронесло так сказать так ну все на этом я даже вот так выражусь как мыслитель это был спонтанный поток мыслей или сознание выраженных словах вот и все всем спасибо за внимание, не знаю, не буду ли повторять, но если еще что-то придумал, меня такой бывает, потом додумываю все сразу же в голове не удерживайся, у меня поток бесконечный в сознании еще что-нибудь запишу бесконечный поток мыслей или сознания полученный от впечатлений выраженный словах, бесконечный поток мыслей или сознания под впечатлениями выраженный в словах, вот правильно, вот формулировка того, что я делаю на своих видеороликах в моих монологах или в моих видеоразначениях ну как-то так вот события в жизни бывают разные вот сегодня это просто, говорит, что мое видео не уникнет моей реальной жизни сегодня вот такое получилось событие, я его зафиксировал просто у меня есть такое свойство все фиксировать на ее память почти каждый день в реальной жизни или что в моей жизни происходит или он видеоигр, еще тоже часть моей жизни у меня все из жизни Игоря Петровича называется склад интересов Игоря Петровича еще так вот у меня их очень много, почти все в жизни интересно ну вот, и все много, не все, но много все из жизни Игоря Петровича склад интересов Игоря Петровича вообще это мое занятие самозанятие себя чем-то самого себя чем-то в свое свободное время мое время произведения на моем видеоканале кому не нравится или интересно или искусство просто проходите или если что-то непонятно меня это никак не дадимит меня расстроит, я уже говорил с возраста уже ко всему спокойно научился относиться в рамках так что, пожалуйста, подписывайтесь и слайкайте и мне все равно все равно мое видео вот для того, чтобы занять свое одиночество и так далее скуку я все равно разбавляюсь все равно буду записывать видео всегда, кому что-то не нравится пожалуйста, подписывайтесь и слайкайте мне все ну ладно, всем спасибо, занимаюсь на нем еще скажу не из-за всех блогеров таких кто-то идет где-то из литраторов или откуда записывают а кто настоящие видеоблоги ведет как свое дитя как свою книгу надо понимать что 21 век это век цифровых технологий и это к людям относится как к поэтам в прошлом просто этого не поймете сейчас просто если раньше писали поэты на в основном на бумагах да сейчас это можно воспринимать как книгу пишет человек особенно такие вот еще размышления монологи прописывал описать видео поджеркать вако ст睡евые том цифровых носителей но тоже записывает понимаете что уже сейчас просто так проще это даже цифровая книга то есть, видевальная книга видео книга это просто тоже сейчас вид творчества творческие одарены люди так что к ним не только к себе говорится общей камере с пониманием относиться вот я на многих кто записал а подписался именно на человека а не на его контент контент тоже и на человека в основном никого еще не убедит нет одного человека, но это личное нет одного человека еще не отписался у меня уже миллион подписок пусть меняется, у них интересы с возрастом вот, когда вырастаете может быть видеоигры Майнкрафта когда же не будет старик играть в Майнкрафт когда он вырастет, у него сменится интересно я не отписываюсь этого человека никогда с момента выручащего модема в 56к сижу в интернете и так и все, когда интернет еще появляется начал нам, мне уже уже под 40 лет как подписывался, вот этот ютуб появился золо, зоопарк первый видео, я стал свидетелем кстати, этого видео подписался, начал так, кто тоже до сих пор не отписался я еще, да, старик может сказать, этого они все понимают нет, кого не отписался, просто я постоянный, не предатель а предатель, я сам понимание, кто отписался то есть, кто сказал, да пошел ты или что там, ну, сматерился обои, кто брал что-нибудь, не понравилось ему не культура, я сказал, мне ничего не интересное, я сказал, ну ладно, отписывайся, ну и отпишу сиди слайд, ну и все такой человек, сразу в бан, и все не ретверкали предателей, я ушел, ушел значит, мне нечего возвращаться, умерла, так умерла, так говорится и ничего, предатель, он и в Африке предатель раз предал, а второй предатель предал и я их не возвращаю на свой канал, поэтому сразу говорю, кому неинтересно, до свидания на большее, на мой канал, если у меня что-то и вдруг вам покажет, интересно появится, вы уже не увидите, все до свидания, может, фейк вам это идете но я вычистою по диалогу, все но я не буду писать, что-то как дальше поведет, не надо мне это что-ли на фиг, еще буду время тратиться мне это не важно, как себя поведет фейк, он сам, наверное, признает или просто молча будет лучше молча, такие вот, кто негативно относятся потому что я не терпелел основанное искорбление, особенно от людей, которые сами заходят на какой-то видеоканал у самих ничего нету, а тут строят из себя указывают, как надо вести свои блоги, да все, да, 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 говорит видео не в видеоблоге, да, 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 хрен его все снимать учиться, а самого зайду, ноль только подписок много, там, на видеороликах который сам на стол, так мне надо сравнить с чем-то, а у тебя-то какие они, ты-то что сделал учи, учитель, блин сам нифига, одноневки бывают, в видеоблоге что-то забрасывают, начинают такие все, придут, похайпают, нет, хайпанут немножечко, говорится еще, и потом пропадает у самих два-три видео, и видеоканал там свой забрасывает, все, а еще советуют другим, вот так надо вести его, а потом сами пропадают, все куда-то, вообще не видно их, забрасывает очень интересно, с возрастом меняется но люди-то, я подписал как-то, как на Валентина предмени, например опять, как-то человек, кто импонирует, и не отписываясь у него о предменях, но было уже видеоигры, и все, я знаю, что у людей меняется интерес, с течением времени с возрастом, и меня это никак даже если политик, он будет все равно возвращаться к тем видео, которые мне интересны, например, про подготовку там, были пельмени он лепит, в прямом эфире, интересно, я свяжу на данном своем, это интересно о том, о чем размышляет тоже, взрослый человек вот и все, я тоже смотрю так и пресс, и вольнки от имени, посмотрю на дни, смотрю и смотрю и все, и знаю, что потом снова, когда они такое видео выйдет, я терпелив этим более, и даже если он будет про политику, я такие в нем нет, политика не вникает, мне на нее интересно, не буду смотреть а но потом дождусь какое-нибудь видео на канале, все равно не отпишусь самое главное, дождусь, снова потом появится, знаю, что появится, снова про пример второго тема любима вот терпение, терпение и труд, все перед трудом людей не бросаем, не предатели это лично, у каждого свое еще говорят, сколько людей, столько менее, я не осуждаю я все понимаю, просто говорю в жизни научился понимать уже многое спокойно ко всему отношу, так что вы можете отписывать и слайкать ну все, наверное значит, мне это никак не затронет но если оскорбите мой адрес, я уже сказал сразу комментарий удаляется человек тоже удаляется навсегда без возврата необоснованное оскорбление в адрес ну все поэтому проще проще просто пройти мимо тем, кому не интересно или скучно, или что-то непонятно просто пройти мимо есть еще других миллионов видео каналов, авторов я тоже на многие подписаны, не скрываю об этом более интересные, которые с вами я даже сам не скрываю, что я скучный ну и что с того просто такой, видно, он холик телес по знаку, за которому человеку уже под 40 лет всю жизнь уже прошло, пол шести больше, наверное так что такой, какой есть что поделаешь я сам на многие видео каналы подписан если вам не интересно, не устраивает пожалуйста, идите дальше только меня это не скорбляйте попутно а то откорбите, ну можете конечно скорбите раз, да, это ваше право ну посредствия последуют ладно, все так ну посредствия имеют в интернете ай удаление комментариев, соответственно собственника пользователя автора этого комментария подобного комментария ну ладно, я все это говорил уже обед на кушать поэтому думайте, прежде чем что-то будете писать но правду я тоже говорю, правду можете писать просто посредством я говорю, спокойно посредством об этом все просто по всему спокойно заносился терпением иногда даже с пониманием вот говорят, что я не люблю правду что ли, ну слышать то ее, конечно, можно нужно, даже полезно, но неприятно то, что комментарии таки оставлять просто человек оскорбил будет что ли дальше, думаю нет, конечно в этом думаете, что будете писать или лучше не пишите иногда говорить, да ну можете вот дизлайкнуть, да это но это даже не под этим видео которое вам не нравится любое видео на моем канале действительно вам не нравится а не так, что я его опрашиваю мне все равно будет это проще, чем это будет не сревато если вы напишите гадость какой-нибудь негатив критику критику здоровую подкрепленную фактом я еще принимаю спокойно не удаляю комментарий а вот неадекватную ненормальную с оскорблениями невоснованными такую я критику не терплю не переношу не люблю сразу удаляю комментарий подобный и затем автора подобного комментария любому человеку не понравится когда его оскорбляют само собой разумеется разумеется так ну ладно все ну все дождь грозой прошел можно свет включать технику к одиночеству я уже привык но я сегодня не буду больше размышлять и пойду кушать так что погодка сегодня подарила события как говорится лови момент запестрел момент памяти просто такой как раз человек творческий у меня это проведение приходит спонтанно или вот события дали природа погода время люди другие и запечатлевая все на видеопамяти всю жизнь все 40 лет с детства подарили мне старый еще огромный магнитофон записывал потом плеера потом цифровой на кассеты были кассетные все деревни все записывал всех правда ничего не сохранилось кроме всего одной ленточной аудиокассеты деревня которую я назвал и вот до последнего записываю все на видеопамяти всю жизнь теперь еще интернет вкладывать но уже 10 лет более назад и более даже 10 20 уже 15 лет 15-20 лет когда интернет появился так и начал вкладывать когда узнал возможности таких вот мастер веду свой видеоблог из жизни и вообще из жизни всю жизнь свою вот очередное видео событие вот сегодня 13 пятница 13 13 сентября 2017 года 15 года видео дневник своеобразный из жизни все ищите игорь петрович события ну на все внимание с вами 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 с вами